Сама идея конкурса принадлежит клубу «Полярный Одиссей». Именно он в 90-м году положил начало Робинзонаде. Первоначально Одиссей был организатором конкурса, а спустя три года проведением Робинзонады занимался по нынешний сезон отделку делам молодежи при Министерстве социальной защиты. Но как бы ни была хороша идея, последние трагические события явно повлияли на отношение к Робинзонаде. В данном случае программа, которая имеет в некоторой степени научное значение, а главное позволяет пройти желающим своеобразную школу выживания и проверить себя оказалось дискредитировано. На мой взгляд, вообще конкурс должен сохраниться. Единственное, конечно, на что надо обратить внимание будет особое, это на обеспечение просто безопасности. Иногда просто из-за нехватки средств мы вынуждены где-то, не имея, скажем так, современных средств, обходиться какими-то подручными средствами, обеспечивающими безопасность. Поэтому средства связи, средства сигнализации, возможно, ради сохранения самой идеи будет иметь смысл отказаться от каких-то опасных, допустим, конкурсов и деятельностей, связанных с предъявлением этого конкурса. Парашютные прыжки, к примеру, они вроде как, скажем так, Кробинзон самому-то, он с парашютом никогда не прыгал, он высаживался после кораблекрушения. Может быть, заменить каким-то другим способом этот выбросок на острова. Кстати, по причине такой же халатности и отсутствия элементарных средств безопасности, подобное происшествие, в котором погибло четверо детей, произошло на днях на Азовском море при проведении такой же Робинзонады. Остается добавить, что трагедия ускорила передачу функций молодежной политики от Министерства социальной защиты и Министерства образования, то есть в структуру исполнительной власти. И это позволяет думать, что конкурс останется жить, а проведением его не будут впредь заниматься случайные люди.